МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в пятницу 14 сентября. В студии работает Андрей Тен. Итак, коротко о главных событиях. В Караганде в больницу с сирозным менингитом поступила шестиклассница. В настоящее время зарегистрировано еще пять больных. В Управлении здравоохранения рассказали, что нужно делать, чтобы обезопасить себя. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов поручил в двухнедельный срок разработать проект стратегии развития Караганды. Глава региона рассказал о предстоящей работе по исполнению поручений президента. Государственный проект «Бастау Бизнес» успешно реализуется в Карагандинской области. 80% от общего количества слушателей – это жители сельских районов. В Караганде в больницу с сирозным менингитом поступила шестиклассница. В настоящее время зарегистрировано еще пять больных. В Управлении здравоохранения рассказали, что нужно делать, чтобы обезопасить себя. Первой в больницу с сирозным менингитом поступила школьница. Ученицу шестого класса 102-й школы в инфекционную больницу привезли на скорой. Сейчас состояние девочки средней степени тяжести. Через два дня ее выпишут, и она сможет вернуться на занятия. Многие родители, чьи дети учатся в одном классе с больной, забеспокоились, узнав о менингите. Администрация школы заявляет, что причин для паники нет. По словам директора, со стороны школы были предприняты все возможные меры. Мы сразу издали приказ, сразу класс изолировали, создали все условия. Отдельный туалет, кабинет проветривается, кварцевую лампу понесли, инвентарь, который необходим для уборки учебного кабинета, отдельно со всем раствором, соответствующим хлорбексидином, мы тоже все это организовали. В Управлении здравоохранения заявили, что в настоящее время в Караганде зарегистрировано шестеро больных с серозным менингитом. По словам специалистов, возбудителями данного вида менингита могут быть любые вирусы. Заболевание не имеет цикличности. Рекомендации врачей остаются прежними. Чтобы уберечь себя от серозного менингита, необходимо соблюдать личную гигиену, проветривать помещение, в котором находитесь, а также не посещать места массового скопления людей. Серозный менингит – это круглогодичные заболевания. Они могут поступать в течение года. В данный период это может быть следствием энтеровирусной инфекции. Энтеровирусная инфекция относится к острой кишечной группе инфекции. Здесь нужно соблюдать золотые правила здоровья. Это соблюдение правил личной гигиены. Специалисты Управления здравоохранения подчеркивают, что причин для беспокойства людей нет. Недавняя вспышка менингита, унесшая жизни людей, была вызвана менингококом. Серозный же менингит успешно лечится. Тухжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов поручил в двухнедельный срок разработать проект стратегии развития Караганды. Глава региона на аппаратном совещании рассказал о предстоящей работе по исполнению поручений главы государства, полученных в ходе его рабочего визита. Предстоит разработать конкретные меры по каждому направлению. Их реализацию Аким области возьмет на персональный контроль. Ерлан Кушанов особо коснулся вопроса развития областного центра. Глава региона поручил своему первому заместителю Иакиму Караганды в двухнедельный срок разработать проекты документов и представить их на обсуждение. Мы презентовали главе государства наши планы по развитию нового центра города. Президент эту инициативу поддержал, об этом он и сказал на встрече с общественностью. И более того, поставил перед нами задачу о превращении Караганды в город-миллионник. С этой целью было дано поручение о разработке стратегии развития города и дорожной карты по ее реализации. Поручаю моему первому заместителю Глющу Баеву и совместно с Акимом города Караганды двухнедельный срок внести в проект долгосрочной дорожной карты развития города. Аким области подчеркнул, что при планировании новых социальных объектов необходимо учитывать рост населения города. Одним из приоритетных проектов является строительство третьего тепловывода Караганды. Ерлан Кушанов поручил ускорить решение вопроса с финансированием. По ТЭЦ-3 в городе Караганда, Анатолий Валерьевич, на особый контроль возьмите вопрос строительства и финансирования третьего тепловывода города Караганды. Проработайте с министерствами, глава государства поддержал. Без ТЭЦ-3, без тепловывода вопрос строительства жилья и соцобъектов, дальнейшее развитие невозможно. Нам нужны достаточные мощности. Они уже через 2-3 года тепловывод должен работать. Аким области также дал поручение, касающееся строительства газовых распределительных сетей в Караганде, Тимиртау и Жасказгане. Будет усилен контроль над осуществлением планов по модернизации теплостанции ТЭЦ-2 в Тимиртау. Ерлан Кушанов озвучил направление, по которым работа будет усилена. Оздоровление экологической ситуации, обеспечение населения качественной питьевой водой, привлечение инвестиций, развитие туризма, малого и среднего бизнеса, а также занятость молодежи. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. По результатам аудиторских проверок, к дисциплинарной ответственности привлечено 46 должностных лиц. Об этом заявил глава департамента внутреннего государственного аудита. В региональной службе коммуникации состоялся очередной брифинг на актуальные темы. Главной задачей государственного аудита является оценка и проверка использования бюджетных средств. За первые полугодия текущего года проведено 70 аудиторских мероприятий. По их результатам 46 должностных лиц привлечены к дисциплинарной, а 18 – к административной ответственности. В новой системе контроля бюджетных средств понятие финансового контроля несколько иное. Финансовый контроль представляет собой меры, которые принимаются после проведения государственного аудита. Это направление представления на устранение нарушений и рассмотрения ответственных лиц. Это возбуждение административного производства, то есть наложение штрафов. Это передача правоохранительных органов материалов, которые содержат признаки уголовного преступления. За последние два года в департамент поступили 300 обращений от граждан. Чаще всего их волнуют вопросы заработной платы. По словам специалистов, большая часть финансовых нарушений допускается при строительных работах. Существуют и другие актуальные проблемы, кроме нарушений в строительных работах. Например, есть бухгалтеры, которые намеренно неправильно насчитывают зарплаты работников. Бывает так, что несуществующую зарплату переводят на свой счет. Мы, в свою очередь, стараемся вовремя выявлять такого рода мошенничество и направляем на рассмотрение правоохранительным органам. Напомним, что внедрение государственного аудита было осуществлено в 2016 году. Его главная задача – государственное регулирование в экономической сфере. Оно предполагает предупреждение, выявление и пресечение финансовых правонарушений. В сфере здравоохранения успешно реализуется широкомасштабная государственная программа «Цифровой Казахстан». Программа направлена на улучшение доступа населения к качественной медицинской помощи. Медицина стала еще ближе и доступнее. В городской поликлинике номер 5 открыт пост цифровой помощи. Одним из новшеств является запуск мобильного приложения «Дому Мед». Приложение дает возможность значительно быстрее получить такие услуги, как запись на прием, вызов врача и не только. В список доступных электронных услуг входят лабораторные исследования, рецепты врача. Имеется и обратная связь. Сотрудники больниц могут своевременно вызывать пациентов на скрининговые и профилактические осмотры. На сегодняшний день, по данным городской поликлиники номер 5, регистрацию в приложении «Дому Мед» успешно прошли уже 65% населения. Цифровой пост у нас организован два месяца назад. Здесь сидят компетентные профессиональные сотрудники, которые оказывают помощь нашему населению. И здесь еще имеется общественный контроль. Очень удобно просматривать администрации в личном кабинете врача все записи пациентов и проводить экспертизу. Постепенный переход сферы здравоохранения на цифровой формат заметно облегчает и работу медицинских сотрудников. Вместо перебирания кипы бумаг уже сегодня сотрудники могут получить информацию о пациентах, об истории их болезни. Токжан Лянова, Андрей Теншал, Каралтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Также государственный проект «Бастау Бизнес» успешно реализуется в нашем регионе. Обучение прошли уже сотни начинающих предпринимателей. Стоит отметить, что 80% от общего количества слушателей – это жители сельских районов. Более 400 миллионов тенге было выделено Абайскому району для реализации второго направления государственной программы продуктивной занятости и массового предпринимательства. Около половины от этой суммы предназначалось для финансовой поддержки сельских предпринимателей. На сегодняшний день микрокредиты получили 51 человек. Это 9 проектов по программе «Касапкер», 37 проектов по программе «Игалек» и 4 человека получили микрокредиты по программе «Сабаа». Одним из условий получения микрокредита – это наличие сертификата о прохождении обучения основам предпринимательской деятельности по проекту «Бастау Бизнес». Среди них жительница города Абай – Зарина Шайкамалова. Пройдя обучение, Зарина уже четко понимает, что такое бизнес и как стать успешным предпринимателем. Сегодня она держит магазин, оказывает транспортные услуги и намерена расширять бизнес. Сейчас мы подали рекламу, потихоньку набираются обороты в заявках. Конечно, хотелось бы больше, но пока мы только начинаем, в дальнейшем, я думаю, мы будем еще расширяться. До участия в проекте «Бастау Бизнес» Алмагуль Мурат была обычной домохозяйкой. Когда дети подросли, женщина решила заняться бизнесом. Сейчас у жительницы поселка Карабас 8 дойных коров. В будущем Алмагуль планирует продавать не только молочные, но и мясные изделия. Так как я сижу дома с детьми, мне захотелось заняться каким-нибудь делом. Я взяла в кредит 2 миллиона тенге. В будущем я хочу продавать не только молочные изделия, но и мясо. В 2017 году «Бастау Бизнес» был реализован в 14 областях. В нынешнем году проект стартовал в 160 районах, а также моногородах. Обучение проводится как в группах, так и в индивидуальном порядке. Продолжительность курсов составляет 1 месяц. Каждый слушатель обеспечивается стипендией. Но и это еще не все. Специалисты будут консультировать начинающего бизнесмена по всем вопросам в течение года. В Павлодарской области готовятся к открытию мавзолея султана Мусы Шурманова. Мавзолей возводят в километре от села Тиндык Баянаульского района, где родился и жил великий просветитель. Данный проект реализуется в рамках программы «Рухани Жангру» и приурочен к 200-летию легендарной исторической личности. Сегодня в селе Тиндык вовсю ведутся строительные работы. В строительстве также принимают активное участие земляки общественного деятеля. История казахского народа богата выдающимися людьми. Муса Шурманов является одним из них. Люди должны брать пример с таких великих личностей. Проведение такого рода мероприятий имеет важную роль для народа, в частности для молодого поколения. Благодаря этому молодежь будет интересоваться прошлым своего народа и идти путем своих выдающихся предков. Муса Шурманов на протяжении 15 лет был старшим султаном Баянаульского внешнего округа. Благодаря неутомимой его деятельности в регионе открылись первые казахские школы. На свои средства построил в Баянауле медресе и мечеть. Багат Белялов является прямым потомком султана. Специально к юбилею он подготовил энциклопедию династии Мусы Шурманова. Я очень рад такому событию и благодарю всех, кто принял участие в создании Мавзолея Мусы Морзы. Это в первую очередь Алтенбек-Нохолы, у которого зародилась идея еще 23 года назад. И вот она сегодня воплотилась в жизнь. Также в селе Тиндык планируют открытие музея и дом культуры имени Мусы Шурманова. Будут установлены памятные знаки на месте его дома и русско-казахской школы, которая впервые была открыта в Паладарском регионе. Боксерский поединок Геннадия Головкина с Саулем Альваресом покажут на уличных городских экранах, установленных возле Дворца культуры горняков, ДК Нового Майкудука и на фасаде Дома дружбы. Трансляция начнется в воскресенье 16 сентября в 7.30 утра. Ожидается, что Головкин и Альварес выйдут на ринг в промежутке между 8 и 8.30. Прямую трансляцию поединка зрители также увидят в эфире республиканских телеканалов «Казспорт» и «Казахстан». Всего же в этом вечере бокса, который пройдет на арене «Т-Мобайл» в Лас-Вегасе, вместе с главным событием запланированы 8 боев. В предстоящем поединке каргандинский боксер Геннадий Головкин поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона ринг и специальный пояс от WBC. Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре прошлого года также в Лас-Вегасе. Но тогда судьи не смогли выявить победителя. Результатом стала ничья. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин